приветствую всех на своем канале меня зовут анна это мой канал волшебные спицы санны наконец-то потихоньку прихожу в себя начинаю возвращаться на канал вот сейчас как раз идет будет идти уже в принципе с 20 числа идет 10 дней таких вот интенсивных отчетов напомню что я состою во многих совместных проектах только в трехносочных одна у меня шаримания и два проекта которые организовала светлана канал ее спицы и клубочки это проект успеть закончить до нового года и создать свою мечту а вот все отчеты по всем этим проектам нужно скинуть в принципе до 30 до 31 числа до 30 по моему в этом месте 30 дней вот поэтому все надо брать себя в руки я понимаю что здоровье еще никак не восстановилась но уже не так критично но сегодняшнее видео у меня будет посвящена небольшой распаковки вот не то что даже распаковки обзору пряж которая заказывала в последние вот две-три недели но они мне так собралось немножечко как говорится возможности показать и рассказать мне не было ну и еще мне как я говорила в каком-то из видео пришла должна была прийти куколка вот и эту куколку я вам тоже покажу ну давайте начнем с пряжи как вообще у меня случилось такое что я вот решила заказать опять себе насочную пряжу хотя у меня и в принципе достаточно не знаю захотелось что-то заказать расцветку насочная пряжа чтобы была ну как то такая более-менее новогодняя да похоже на новогоднюю зашла конечно пряжа которая вот эта импортная дорогущая ну не знаю я не то что не могу не считаю нужным тратить такие большие деньги на один моточек вот но это лично мое да там мнение все равно ну в рано или поздно нужно не вечность равно есть износится вот и я зашла и смотрю у ализе появились новые расцветочки и насочной пряжи появилась у на к новой расцветки насочной пряжи и я конечно же заказала по нескольку моточков и где-то один одна расцветка она была как раз похожа на новогоднюю это вот такая вот расцветочка ализе вот она в принципе на новогоднюю похоже здесь есть и красный и есть конечно малиновый цвет вот этот оранжевый конечно не к силу ни городу он он это не новогодний ну такая смотрите классная расцветка мне очень понравилась зеленая белая малиновая даже думаю что и даже этот вот оранжевый он ну никак никак не портит эту пряжу значит это новинка у ализе я не видела такую расцветку ни у кого из поставщиков значит у нас это номер 7836 ализе комфорт и супер комфорт сокс это у нас обычная 100 граммовые моточки 75 процентов 6 и 25 процентов по моему полиамида здесь у них сейчас я вам скажу 75 шерсти точно до полиамид в ализе полиамид значит метраж на 100 грамм 420 метров вот вот такие два моточка цвета очень классные мне мне они очень сразу понравились я сразу здесь на себе взяла следующая расцветочка тоже как бы новая считается у ализе потому что тоже не было такой расцветки это нас расцветка 7841 здесь синие такие такой синий благородный даже цвет синий синий насыщенный идет коричневый бежевый ну есть такой молочный цвет но интересно будет посмотреть в какой узор это пляжа выложиться ну посмотрите да расцветка очень очень даже симпатичная так у артисана от ализе тоже появились новые цвета вот но я не все оттеночки купила мне катод те именно которые мне очень заинтересовали вот такие четыре расцветочки у меня в данный момент значит это пудровый терракот это ледяной и это получается то ли нет ну не джинс ну как синий ну не синий голубой такой цвет значит пудровый оттенок пудровый оттенок у артисана это у нас номер color 161 цвет очень такой нежный красивый как видите да у артисана такая упаковочка другая вот у классическая как бы да супер комфорт сокс тоже другая упаковка но более круглая а это более вытянутая вот терракот но это такое глубоко такой оранжевый цвет как видите да он цвет тоже достаточно красивый номер цвета 433 здесь характеристики у по артисану все то же самое а также можно стирать машинки данные значит изделия данные носочки с по составу тоже самое 25 процентов шерсти и простите 75 процентов 625 полиамида вот ну и на 100 грамм 420 метров это цвет у нас 522 вот называется он лединка ну как ледяной но такой бледно бледно голубенький красивый цвет а это вот как я говорю но это не не синий он больше и не василькова он ну такой светло-синий можно так сказать ну вот он цвет в принципе вам передает правильно чуть-чуть ярче передают чем он на самом деле цвет здесь 432 ну однотонную пряжу я в основном использую на маски пяточки вот резинку ну бывает что вижу и полноценное носочное изделие так положим сюда также у артисана появился вот такая вот новая расцветочка по-моему там еще есть какой-то какой-то цвет еще вышел один дополнительно но я его не заказывала не знаю мне как-то этот что-то видимо не приглянулась этот цвет очень красивый смотрите какой радужный он даже несколько радужный здесь присутствует как я заметила всего три оттенка но они как бы разные начиная например желтый и заканчивая оранжевый потом белый молочный потом оттенки идут красного цвета и вот какая-то такая расцветочка незатейливая симпатичная получается очень интересно будет посмотреть что за носочек выйдет надо будет попробовать связаться это с этой пряжей я даже до такой степени нам не понравилось что я даже жалею что вы я взяла один моточек расцветка здесь у нас 90 12 color вот это более темные да такие цвета ну тоже очень даже симпатичная кстати у ализе вот такой это с как вас супер ваш комфорт сокс у них точно такая же тоже расцветочка вышла но я не взяла не заказала такую в таком а . заказала в артисане одинаково идентичная совсем расцветочка была вот значит это мне расцветка color 9013 кому понравился так что будем вязать будем пробовать у на кота уже вышли новые расцветки но знаете это я купила их как кота в мешке потому что а на сайте не было фотографии написано было что новинка но фотографии не загружены вот я взяла тоже по одному макку посмотреть что это у нас такой ну такое на к придумал значит она кабака это тоже классическая насочная пряжа в 100 граммах здесь 400 правда метров здесь получается 75 процентов шерсти и 25 процентов полиамида значит вот эта расцветка сейчас здесь оттенки как вы видите синего color 32 485 32 485 называется elegant denim elegant denim не знаю что это как как перевести но оно такое да вот если кто вязал и видел нитку да да не вошит или ваш это как она называется она тоже такая как будто бы с потертостями и здесь тоже видите даже нарисовано что как будто бы под джинс что-то сделано интересно что получится принципе вот нарисовано что получается да в процессе вязки тоже будем пробовать мне понравилась эта расцветка здесь тоже такая вот расцветка симпатичная необычная тоже в голубых больше там голубые оранжевые тона серая называется называется это у нас и стамбул то есть просто стамбул нарисовано здесь город видимо тур да то этот турецкий значит город тут что-то какая-то какой-то такой до пейзаж городской и выкладываться будет вот в такие полосочки данная пряжа да тоже очень интересная расцветка кому понравилась color здесь тридцать два сто девяносто восемь вот с насущной пряжи в принципе все а хотя нет 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 еще вот я тоже заказывала вот такую пряжу это у нас газал happy fit тоже с новых оттенков взяла специально чисто для себя думаю но для себя то любимое нужно что-то заказать и связать и самой носить а то я все вижу дарю вижу дарю это новая ведь расцветка она такая зельну в зеленых тонах начинается со светло-зелененького 1 и переход в чем на темно-болотный я люблю очень все оттенки зеленого и думаю такие носочки будут классной это у нас как я сказала от газа happy fit тоже носочная пряжа здесь у нас 75 процентов мериносовой шерсти и 25 процентов полиамида 100 граммах 330 метров она ну как будто бы потолще пишет до производителя на как будто бы потолще чем ализе но я вам могу сказать что я вот вязала как бы комбинировала я не заметила что это плап ряжа намного толще чем ализе ну не знаю это может такие мои субъективное как бы мнение маящи мое ощущение но видите да такая классная расцветка так color color это у нас 32 58 если кому понравился вот это вот тоже новинка этого сезона кто смотрит мой канал я говорила делал обзор на другую пряжу газал happy fit там больше она такая как бы разноцветная а здесь уже видите в одном тоне сделано и у производителя очень очень много разной и разных оттенков да там начинают голубой желтый оранжевый красный но они все вот в таком вот приду приглушенных в таких вот приглушенных тонах ну все дано уже с носочной пряжи точно покончено вот пока я покажу вам совсем-совсем новинку для меня такую пряжу я никогда не покупалась такой пряжи никогда не вязала но почитала отзывы понравились мне эти расцветки такие яркие яркие вот изначально я хотела думаю какие-нибудь может быть платочки и господи бактусы повязать может быть какие-нибудь шали повязать но 100 грамм этой пряжи мне кажется мне не хватит на большую красивую полноценную допустим шаль на бактус в принципе пойдет вот но когда получила кстати вот эти две расцветки тоже были без фотографии но так как они были подписаны новинка я их заказала и в принципе я не жалею а это очень мне хотелось это расцветка она больше напоминает как цвет и когда начинает до весной начинает довести там вишня яблоня больше да и вот тут такие вот тона такие приглушенно розовые это вот зеленые листочки и вот очень-очень такое захотелось такой это весенний расцветочки так ну что это за пряжа это у нас производитель ланоса такого производителя у меня никогда и не было я никогда такое не покупала вот в принципе достаточно бюджетная пряжа я так поняла что это у ланоса новинка называется она ангора принцесс колор это вот данный да как пасмочка как видите дано в пасме здесь 100 граммах 550 метрах так по составу это 60 процентов акрила и 40 процентов махера по ощущениям пряжа очень-очень мягкая не колючая во всяком случае пока что я колкости в ней не почувствовала кому понравился понравилась расцветка это color 801 вот даже мне интересно вот сейчас я сниму этикетку сейчас попробуем посмотреть пасмас плотно скручена ну да как обычно здесь вот она скреплена а ну вот 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 так вот она да нет вроде как на первый взгляд даже вот здесь вот что-то какой-то ну вот видите здесь есть узелок уже какая-то неприятность так вроде как больше ничего не видно но да так на ощупь пасмочка достаточно мягенькая и не колючая вот но слушайте очень сильно распушилась уже то есть даже не стирая вот я думаю что она будет достаточно пушистой ну вот это любители именно такой вот ворсистой ворсистой пряжи кто не любит ворс то ну как бы мне кажется не нужно такую пряжу покупать и брать вот так следующая расцветочка так это один вид пряжи у них как бы новый был это у нас тоже ланоса ангора принцесс металли колор и здесь тоже металли колор я думаю что вам будет видно да что здесь есть металлические вкрапления она такая с блеском идет а это получается вот эта пряжа у меня она такая ну матовая значит это радужная расцветочка у нас 803 колор получается здесь все те же самые характеристики 100 грамм на 100 грамм 550 метров а кстати по спицами вам не сказала да рекомендуемый разбит спиц от 4 4 с половиной крючок а тут вообще не нарисовано что можно вязать крючком но я думаю что по любому можно будет крючком без это вязать здесь у нас 40 процентов мохера 52 процента акрила и 8 процентов металлика но 8 процентов это вот это вот блестящая пряжа ну вот это блестящее вкрапление вы простите вот и 2 расцветочка все тоже характеристики все такие же здесь у нас color 805 но здесь видите да более такие коричневые цвета и вот здесь непонятно откуда-то вкрапления такие это здесь какой цвет а бирюзовый бирюзовый цвет и знаете вот этот вот перелив он идет какой-то зеленоватый здесь если такой желтоватый перелив а вот здесь вот этот металлик он зеленоватым отдает ну очень даже симпатичная пряжа не знаем на ну я думаю что с ней плечевой можно вязать но я например склоняюсь к тому чтобы вот именно вот с этих вот двух расцветок связать что-то своим куклам вот так что вот такая вот новиночка у меня ну и напоследок вы знали да ну я говорила что я уезжала в грузию к родителям и если честно хотелось купить очень много пряжи там все-таки мы живем на границе с турцией и я зашла там было несколько магазинов которые нашла до в этот я была буквально там три-четыре дня там была такая классная расцветка носочной пряжи такое даже не видела да это тоже было алиса и супер комфорт сокс они были подписаны но почему-то baby вот что-то я не догадалась фотографировать и вставить фотографии чтобы вам даже показать но там были расцветки которых вообще никогда вот лично я не видела вообще в ализе что в старых расцветках что и здесь и естественно так хотелось купить по одной штуке но когда я спросила цену девочки существа наши деньги это периода переводилась она в переводе получалось около 650 рублей моток я так поставила постояла думаю нет состав тот же интенсивный у меня с ализе можно купить за сто восемьдесят пять рублей кстати вот эти моточки на сайте рукоделия ростов продаются пока что там самая дешевая цена что артисан что у супер вошь комфорт вот и я ничего не стала брать и я просто даже спросила у девочек говорю такая такая такие цены говорю у вас у вас дороже чем у нас продают говорю в россии до расцветка совершенно расцветки другие но пряжа идентичная вот так что я как бы раз здесь разочаровалась и ничего не полу не купила кроме кроме двух моточков это это меня вынудила купить племянница она захотела платье для куколки я вам ставлю здесь фотографию нее барби и я взяла два платьишка и она хотела что-то блестящее вот мы искали искали и купили вот такие вот два моточка это аида и сил кристалл знаете на что это похоже на yarnart кристалл ой крисмас по моему ли кристалл как там он называется вот это вот такая блестящая пряжа которая с ворсинками если вы видите да вот это пушистая по-моему yarnart крисмас или как он называется я подпишу я вот не помню я не вижу ну никогда не вязалась той пряжи не покупала поэтому название не знаю вот и мне хотелось конечно взять какой-нибудь такой зимний этот новогодний вариант красный цвет хотелось белый и зеленый но ни красного цвета не было да не было ни белого цвета и вот взяла вот такой вот насыщенный зеленый цвет и да взяла вот такой розовый связала два платьишка вот для барби а мне вот остались вот такие вот классные моточки здесь 100 граммовые большие матки матки это 100 граммовые здесь на 100 грамм пишут что 225 метров 25 процентов люрекса и 75 процентов полиамида когда вяжешь даже вот лучше наверно на розовое вам покажу ну смысла номеру номер цвета говорить вам нет потому что этой пряжи я точно знаю ну в россии нигде нет здесь вот такой вот шнурок я надеюсь что вам видно сейчас постараюсь поймать фокус вот здесь идет прям цепочка такая прям шнурочком идет как косичка и на ней вот эти вот блестящие идут ворсиночки ну очень очень она похожа на пряжу от ярнарта возможно на экспорт именно делают ту пряжу а это наверное продают именно в турции такую такую ну таких вот два новых пушистик как говорится у меня ну найду им применение тоже вот из пряжи это все ну и ну для меня лично это самое такое вкусненькое сладенькое я хочу показать свою новую куколку вот она моя красоточка вот как я говорила да то что я увлекаюсь сейчас куклами и я планирую открыть рублику на своем канале именно кукольную вот буду показывать то что я связала для куколок может какие-то мастер-классы буду разрабатывать именно для вязания для кукол вот это куколка называется клеориска как видите это у нас такая латино да мулаточка девочка такими серенькими красивыми глазками и она такая улыбашечка это единственная куколка вот и у паула рейна ну во всяком случае из галышек до который вот я покупаю она которая улыбается такая милая девочка давайте вот здесь прикрепляют они волосики закрепляют чтоб они не с растрепались вот такая вот будет она у меня так и будет носить имя и риска потому что я думаю что и риска ей это имя очень очень даже подходит вот она такая девочка стоит вроде самостоятельно я так-то открыла уже упаковочку смотрела вот она вот стоит самостоятельно все волосики хорошие густые у нее единственное что под челочка когда вот поднимаешь да здесь меньше сделано волосиков но это ее не портит вот такая вот цвет волос такой у нее знаете как как пшеничный пшеничный волнистые такие волосики вот смотришь на и она вот тебе так улыбается ну конечно же характерный запах этих куколок они пахнут ванилькой вот здесь у нее паспорт надо будет снять все вот для куколок я своих уже что-то что-то навязала но сейчас здесь я показывать конечно не буду буду уже в отдельных рубликах кукольных показывать вот сейчас у меня уже вот такая вот девчушечка это третья моя куколка кто смотрит видео знает что у меня есть розочка у меня есть снежанка это черненькая беленькая девочка и вот такая красивая мулаточка ну все на этом я буду с вами прощаться но ненадолго вот так как сейчас как я говорила уже идет неделя видеоотчетов и видео будет много-много и наконец-то я думаю что смогу хоть как-то продвинуть свои изделия вязать как говорила я уже не было возможности потому что я очень-очень сильно реально заболела и до сих пор я болею но уже могу себе позволить что-то связать что-то спроектировать что-то снять для вас и я надеюсь что ну порадовать своего зрителя ну все на этом буду заканчивать все спасибо всем огромное кто досмотрел данное видео до конца кто был со мной подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки мне это будет очень приятно а вам это сделать просто все всем пока пока до следующих подключений до встречи